Одесса Есть угроза применения. Баллистическое вооружение со стороны Крыма. Все в укрытие. Ну, фраза «все в укрытие» такая слишком громкая, потому что баллистика с Крыма до Одессы летит примерно чуть более двух минут. И ни в какое укрытие, конечно, вы пройти или убежать от него не успеете. Лучшее место, где вы находитесь, если в помещении 200 на это окна. А если вы в это время, не дай бог, находитесь на улице, то не делайте вид, что ничего не происходит. А быстро ищите любой навес над головой. Зайдите в парадную или в подъезд. Там безопаснее. С момента подачи тревоги проходит чуть более двух минут. И в воде слышен оглушительно громкий взрыв. Мой дом даже задрожал и задребезжали окна. Мне первоначально по звуку взрыва показалось, что ракету сбили. Но буквально через минуты-полторы приходит оповещение «В Одессе прилет. С места прилета поднимаются клубы темно-серого дыма». Все усугубляет еще то, что над Одессой кружит дрон-разведчик, который до сих пор не сбит и который корректирует удары баллистики по нашему городу. Примерно в 19.00 в Одессе слышала краткосрочная, но мощная канонада. Нам сообщают, что дрон-разведчик сбит. Отбой в воздушной тревоге еще не поступал. И всех просят до отбоя находиться в укрытии, потому что могут быть повторные удары баллистикой. Естественно, пока никакой конкретной информации о прилете, если пострадавшей жертве не поступало. Она появится гораздо позже, с которой я вас постараюсь по возможности оперативно ознакомить. А это были главные новости из Одессы. Моим дорогим соотечественникам и землякам мирного неба, всего самого наилучшего. Берегите себя, дорогие мои. И даст Бог. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok